здорово значит четыре пункта которые женщины генетически ценят мужчина то есть сначала поговорим о женщинах мужчин всегда привлекали женщины с женскими формами мы говорим о внешнем привлечении сейчас да то есть эволюционно у женщины должны быть там широкие бедра большая грудь допустим почему это было связано с тем что типа рожать было сложно выкормить выносить потомство там и так далее 100 поставить его на ноги тоже было достаточно сложно и логика работала очень просто если у женщины там какие-то бедра такая-то грудь знаешь как бы физиологически не больше на это есть шансов и сейчас времена прошли уже те первобытные да то есть очень изменилось но так или иначе предпочтение все равно отдается женщинам с женскими формами ну допустим женщина должна выглядеть как женщина все это все-таки нормой считается сейчас и соответственно тот самый вопрос а что же женщины генетически ценят мужчинах то есть что генетически привлекает женщину мужчине это всего лишь мой какой-то топ ты можешь не не согласиться первое значит это здоровье но в двадцать первом веке уже надеюсь всем понятно что как это выглядит то есть ты здоровый физически у тебя нормальная кожа нормальные зубы нормальные ногти там и ты соответственно выглядишь ухоженно помыто там и так далее по брить не знаю значит когда у человека выглядит как здоровый как излучающий какую-то энергетику здоровую с ним на сексуальном уровне естественно захочется сблизиться любой женщине если здесь что-то не так значит соответственно могут быть определенные проблемы и ко мне приходили разные люди конечно и всякие там очень ухоженные метросексуалы к ней там супер вылизанные отполированные даже с пластикой лица ребята уже такие соли но вот так и приходили очень странные люди которые могли вполне себе там позволить себе тренинг но допустим выглядели так как будто я не знаю там последний раз они смотрели в зеркало три года назад далее второй пункт по моему личному топу это интеллект и причем в первую очередь социальный интеллект то есть умение взаимодействовать человека с другими людьми умение как-то проявляться наладить какой-то контакт понять что сейчас уместно что сейчас неуместно и с этим кстати очень многих сейчас очень большие проблемы но просто как пример допустим отсутствие социального интеллекта я веду тренинг я рассказываю какому-то человеку что-то очень важное все остальные слушают этот человек в первую очередь слушает и парень который сидит рядом с ним прям рядом просто ни с того ни сего посередине моей фразы там даже не попросив слова просто встает быть слушать а у кого есть зарядка ну там на iphone допустим для меня это очень странно выглядит то есть когда я говорю про социальный интеллект чтобы ты понимал о чем я говорю вот о таких вещах они очень сильно влияют на взаимодействие тебя с людьми на отношении людей к тебе и в общем на то как тебя воспринимают люди и вообще интеллект это же это деньги это свобода это умение отставить свою точку зрения и свою позицию причем таким образом чтобы особо там никого не задеть и не обидеть это чувство юмора если мы говорим не про социальный интеллект а вообще в целом да потому что допустим если вспомнить на того же курпатова а он говорит что не есть несколько видов интеллекта то есть такой 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 то как бы нет общего интеллекта ну я с ним частности согласен и когда я говорю сейчас про интеллект да это не то чтобы ты хороший какой-то интересный собеседник это намного более емкое понятие почитай что-то об этом посмотри ну почитай того же курпатова далее следующее третье это коммуникация умение общаться умение с помощью своих разговорных навыков и навыков общения получить от людей то что тебе нужно продвинуть какие-то свои интересы добиться своих целей через коммуникацию с людьми как это можно проявить женщинами то есть смотри допустим вы приходите в ресторан внезапно ты не бронировал столик то есть ты приходишь с женщиной который ты пригласил на свидание и нет столиков а ты конечно же по классике хочешь сесть на диванчик куда-то туда вот в уголок подальше ну то есть на самое такое лучшее место с точки зрения проведения свидания что ты делаешь ты подходишь к администратору отводишь его или ее в сторонку чаще ее наверно и каким-то образом девушка с которой ты пришел смотрит на это как-то с ней договариваешься с помощью своего обаяния с помощью каких-то там еще каких-то навыков навыков коммуникации до в первую очередь может быть даже там собственно тут благодарю неважно то есть страны это выглядит так что мужчина пошел и с помощью своего коммуникативного какого-то навыка решил вопрос что думает женщина в этот момент вау круто какой он отличный коммуникатор то есть и у нее сразу на каком-то бессознательном уровне появляется некая проекция того что если ты здесь решаешь такие мелкие вопросы значит и в принципе любые крупные вопрос решишь для женщины это очень привлекательно очень притягательно для женщины то все . притягивает йог таким мужчинам ну и четвертое это некое мужское поведение как бы не выглядел мужчина там неважно брутально как-то вот интеллигентно нежно мягко хрупко неважно колон рост как какие у него там плечи какая комплекция очень важно его мужское поведение что я включаю в это понятие мужского поведения и это естественно конечно же не про то что нам втирают там женщины втираются экранов то есть это не надо быть там галантным там услужили мы каким-то джентльмен я тигр по нормальное настоящее поведение то есть мужчина жесткий мужчина принципиальный то есть значит твои принципы твое видение твое убеждение они для тебя важнее чем нахождение какого-то человека рядом с тобой любого неважно там друга кого-то еще тем более уж прям если мы говорим про женщину это про правильное умение отстаивать свои границы это про умение никому не позволять нарушать свои границы и какие-то рамки дозволенного по отношению к себе это про то что ты хочешь что-то и делаешь про то что ты не хочешь чего-то делать и не делаешь я захотел я сказал и пошел сделал это про ответственность за свои слова то есть ты сказал значит так и будет то есть ты не забываешь каких-то своих обещаний причем неважно ей не ей то есть не обязательно это касается напрямую женщины твоя свобода это приоритет а из свободы складывается желание быть независимым а независимость это обязательно про деньги про стремление зарабатывать и тебе не обязательно проявлять это по отношению к женщине тебе достаточно проявлять это просто в мир в социум женщина все что нужно она в тебе увидит и здесь очень важно не делить свое проявление на проявление в мир то есть как ты проявляешься в мир как-то проявляешься в социуме и на проявление с женщинами если в социуме ты доминантный если в социуме ты решаешь вопрос если ты отстаиваешь свои интересы здесь тоже самое почему ты должен тут вести себя так тут вести себя так то есть не надо даже напрягаться если ты в жизни вот такой просто единственное черте надо сделать это быть из женщиной точно таким же все и это принесет охрененный результат и да здесь есть такой важный момент что женщины они конечно же будут тебя проверять всегда даже чаще неосознанно причем не обязательно с помощью какой-то агрессии с помощью какого-то там нарушение твоих границ с помощью слез с помощью других манипуляций с помощью слабости жалости к себе по-разному но ключевое она для чего это делать ей надо убедиться что ты реально такое есть что ты нигде ничего не придумала себе вот такой топ качеств который в моем понимании с биологической точки зрения с генетической точки зрения привлекают к тебе лучших женщин кстати если ты еще не читал мою статью в телеграм-канале которая здесь по ссылке внизу переходимый телеграм-канал статью о том почему матрица общество социум система делают мужчин слабыми беспомощными и для чего им это нужно и самое главное что с этим делать то есть обязательно еще раз переходи в телеграм-канал там есть эта статья на в свободном доступе очень развернутая и также у меня в телеграм-канале ближайшие две недели я буду подробно разбирать эту тему я буду говорить тебе то что я про это думаю как всему этому противостоять и так далее очень интересно подписывайся на тг сам и подписывай своих друзей